В эфире «Ваше право» – программа для тех, кто, несмотря ни на что, готов отстаивать свои права. В студии Инна Румянцева. Здравствуйте! Как показывает правоприменительная практика, граждане, пострадавшие от побоев, оскорблений или клеветы, не часто обращаются в судебные инстанции за защитой своих интересов. Происходит это из-за слабой правовой грамотности или неуверенности в возможностях суда отстоять их права. Между тем, за вышеперечисленные действия российским законодательством предусмотрено наказание. Сегодня мы будем говорить о порядке возбуждения и рассмотрения таких дел, относящихся к категории частного обвинения. И мой собеседник, прокурор Самарского района города Самары Сергей Панюшкин. Добрый вечер, Сергей Иванович. Добрый вечер. Итак, что под собой подразумевают дела частного обвинения и, собственно, какое место они занимают в сфере уголовных дел? Ну, у нас в законодательстве предусмотрены три вида уголовного преследования. Это дела частного обвинения, частного публичного и публичного. Значит, они делятся на категории в зависимости от тяжести и характера преступлений. К категории дел частного обвинения относятся такие уголовные статьи, за которых предусмотрена ответственность в виде штрафа, либо небольшие сроки лишения свободы. А именно, статья 115, часть 1, 116, с значком 1, прим, введена была в 2017 году, была деклиниризирована одна из статей. То есть, она была переведена статью 160, вернее, в административное законодательство. И после этого уже, если лицо привлекалось к административной ответственности за нанесение побоев, это 116-я статья, она уже переходила в уголовное деяние, и лицо преследовалось за совершением преступления по этому поводу. Есть еще и клевета, так называемое публичное оскорбление, распространение сведений, поручие честь и достоинство гражданина, либо репутацию его. Это вот так категория дел, три категории дел, которые рассматриваются в частном порядке. А по каким преступлениям преследование осуществляется в частном порядке? То есть, чтобы понятно людям было, какие это преступления? Это три преступления. Это нанесение побоев. То есть, лицо, которое уже ранее привлекалось в административном порядке по статье 116, вернее, по административной нанесению побоев, и сейчас она привлекается уже, если у нее повторно совершается административное правонарушение, это вот статья 116-я, значком 1. Вторая статья, это 115-я, часть первая, причинение легкого вреда здоровью, не причинившего существенного вреда здоровью, и незначительную стойкую трату здоровья. И вот эта вот статья 128, с значком 1, это клевета. Ну вот семейное насилие входит сюда же? Да, да. Смотря в чем оно выражается и какие последствия от этого насилия. Понятно, это мы уже услышали. А вообще, почему российский законодатель дела по этим преступлениям выделил в категорию частного обвинения? Ну, для того, чтобы в определенной степени упростить сам процесс и не включать в определенные виды разбирательства государственную машину. То есть, здесь не подключаются ни органы следствия, ни органы дознания в этой части, и лицо, которое пострадало от преступления, то есть предусмотрено частью первой статьи 115, 116, значком 1, 128, значком 1, они вправе самостоятельно обратиться напрямую с заявлением в суд о привлечении виновного лица к уголовной ответственности. Поскольку фактически уже при так называемых выяснениях отношений, которые выявляются либо в рукоприкладстве, либо вот это распространение клеветы, люди о них знают напрямую, кто это сделал, и им известны данные этих лиц. И, соответственно, здесь не нужно, скажем так, обладать большими знаниями и большим опытом работы в этой части. И достаточно все больше обратиться в суд с заявлением по этому поводу, подготовить его соответствующим образом, приложить к нему необходимые документы, и, соответственно, уже суд сам частным порядком рассматривает это уголовное дело. Поскольку уже лицо, обратившее заявление в суд в порядке частного обвинения... Указало. Да, указало об этом лице фактически, данные должны представить об этом лице, и, соответственно, он же поддерживает самообвинение в суде. И доказывает. Это дарам. Ну, собственно, вы сейчас рассказали нам об особенностях возбуждения дел частного обвинения. Вот именно в этом они стоят, эти особенности. Но вот смотрите, считайте, что эти преступления, по которым возбуждены дела данной категории, не представляют значительной общественной опасности, и раскрытие которых, по общему правилу, не вызывает трудностей, да? Да. А вот если неправомерные действия лица нанесли тяжкий вред жизни и здоровью потерпевшего, преступление не будет уже считаться не представляющим значительной общественной опасности? Вопрос уже носит, скажем так, я же их поделил на три категории. Публичный, частно публичного характера и дела частного обвинения. Соответственно, вот эта категория дел, которая перерастает уже с причинением тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, они в основном относятся к категории дел, которые осуществляются уголовными преследованиями в публичном характере. То есть, достаточно самого факта, соответственно, заявления, и оно уже, поскольку сбор доказательств по этой категории дел, когда, допустим, тяжкий вред здоровью причинен человеку, там нужно проводить экспертные исследования, определять степень тяжести утраты здоровья, и уже вот эти моменты, связанные с длительностью времени и сбором доказательств, они уже... Уже другая категория дел. Другая категория, при том, что здесь уже предусмотрены длительные сроки лишения свободы. Услышали вас. Расскажите, каким требованиям должно соответствовать заявление в мировой суд? Ну, во-первых, придя в мировой суд, соответственно, знать нужно участок, какой участок нужно обращаться, это по месту жительства, они определены. Обычно в районе 3-4 мировых суда, они определены, допустим, зоной адресов, которые обслуживают, соответственно, придя в суд, уже человек пишет заявление, обращается в какой суд именно, описывает от кого это заявление, расписывает место, время, обстоятельства совершенного права нарушения или преступления, прикладывает к этому сведения о себе, сведения о лице, который совершил это преступление, то есть данное место жительства его, его фамилия, его имя, отчество. Потом он, естественно, представляет доказательства, тоже прикладывает к этому заявлению, поскольку там указывается и свидетели, и очевидцы, допустим, есть письменные доказательства какие-то, он тоже к этому прикладывает. Видео, возможно. Ну, это тоже предусмотрено. Ну, в основном, вот это видео, если дальше углублять эту тему, то суд при рассмотрении дела, допустим, оказывает содействие как сторонам, участвующим в процессе, в получении дополнительных доказательств по делу, которое осматривает судью. Ну, если он располагает, допустим, возможность сделать это видео, либо приложить его к гражданским кодексам, уже любая фиксация доказать, не запрещено это, да, и он представляет это как доказательство вины, и, соответственно, он обвиняет это лицо в совершении этого преступления, которое, допустим, легкий вред здоровью, либо там побои, либо вот это, так называемые, клевета. Соответственно, вот эти вот данные нужно указывать в заявлении, и уже потом подписывается, и предупреждается судья, уже его предупреждает, мировой судья об уголовном ответстве, задачу ложных, показывает, ну, то есть заведомо ложный донос о совершенном преступлении, по-третьему, 637 статье. И о праве на примирение? — Это уже потом, либо в ходе судебного разбирательства, есть, скажем так, судебная стадия, когда человек уже подает заявление, соответственно, в определенный временной период, получив эти документы, соответственно, то количество лиц, которые будут привлекаться к главной ответственности, если там, допустим, одно лицо, соответственно, готовится заявление двух экземпляров, и второе заявление передается лицу, который будет привлекаться к ответственности. Для этого суд вызывает этого человека в семидневный срок, и уже потом ему показывают это все, дают понять, чем он обвиняется, кто его обвиняет, по какой статье, и, соответственно, разъясняют, в том числе, и право на примирение. В большей степени, ну, как сказать, народ в основном идет, пострадавший от побоев, от тех же, получивших телесные повреждения, они идут в основном в милицию, вызывают либо милицию, либо сами идут в милицию, пишут заявление. Соответственно, уже в процессе разбирательства по этому заявлению, там, должностное лицо органа дознания, либо следователя, выносит соответствующее решение, если это дело категории относится к категории вот именно частного обвинения, естественно, они неуполномочены какие-то осуществлять уголовные преследования по уголовному процессуальному законодательству. И, соответственно, они отказывают от возбуждения уголовного дела, разъясняя лицо о том, что в порядке главы 41 уголовного процессуального законодательства, кодекса нашего Российской Федерации, он вправе сам обратиться в мировой суд, соответственно, подать соответствующие документы, заявления и осуществлять уголовные преследования, будучи лицом частного обвинения, поддерживать вот это все хозяйство. Понятно. Ну вот все, кажется, достаточно просто выглядит, когда потерпевший знает, кто причинил ему вред. Но может быть такая ситуация, когда контактные данные нарушителей неизвестны? Как вот тогда быть? Может. Такая ситуация присутствует, она зачастую присутствует. Соответственно, уже право возбуждения уголовного дела по такой категории дел дано прокурору, вернее, как следователю и дознавателю. Соответственно, уже согласие прокурора. У нас эта категория дел предусмотрена в части 4 статьи 20 УПК, где четко расписано, в каких случаях вмешивается в это преступление, в разбор этого преступления следователь, прокурор. И там определенные условия существуют, которые требуются соблюсти. А это именно, даже если мы как говорим о том, что лицо неизвестно, это иная причина того, что уголовное преследование может осуществляться прокурором. То есть, либо согласие прокурора, возбуждается уголовное дело в отношении неустановленного лица, совершившего данное преступление. Сергей Иванович, а вот такое дело возбудить можно без заявления пострадавшего? В каких ситуациях это происходит? Здесь это происходит либо, когда лицо находится в зависимости и беспомощном состоянии. В зависимое состояние, так называемое. В зависимости и беспомощном состоянии от лица, который совершает вот эти преступления или правонарушения. Соответственно, эта категория лиц, она, зависимость может быть разная. Есть соответствующий пленум от 2010 года, 2017, где фактически он расписывает права потерпевших по этой категории дел, по делам частного обвинения, где четко сказано, какая зависимость бывает материальная, моральная, либо иная физическая зависимость. То есть, кто это может быть? Служебная зависимость. Пенсионеры, инвалиды, возможно, да? Здесь больше пенсионерам к инвалидам это беспомощное состояние. Это вот та самая категория дел, которые несовершеннолетние, маленькие дети, которые подвергаются насилию стороны взрослых. Они находятся в беспомощном состоянии. Зависимы это, вот когда служебная зависимость, материальная зависимость, муж с женой, допустим. Муж работает, жена не работает, да. Они там разругаются, поддерутся, он ее побьет, она боится, допустим, обращаться. Она находится в фактически зависимости от него. Прокурор может... Да, в этой части, да, уже прокурор может реагировать и направить материалы соответствующие в орган дознания, получив материалы, дав согласие на возбуждение уголовного дела в этой категории. То есть заступники всегда найдутся, даже в таком вот зависимом состоянии. Если речь идет о клевете, распространенной в сети интернет, предположим, такое. Все то же самое. Все то же самое. А для всех ли существует равный порядок возбуждения дел частного обвинения или исключение? Есть исключение, когда... Например? Это редкий, ну это в отношении следителя, прокурора, того же самого депутата, категории дел. То есть если хотят... Да, есть особый порядок возбуждения уголовных дел. И осуществление уголовного происходящего этих лиц, которые, ну, у нас предусмотрено, имеют определенный, как сказать, иммунитет. И, соответственно, чтобы его преодолеть, нужно уже собраться, собрать соответствующий документ, подобрать и получить согласие, допустим. Пакет должен быть посерьезнее. Ну, это естественно. И здесь уже вопросы о возбуждении уголовных дел решаются уже на уровне, допустим, если Следственный комитет возбуждает, то по депутатам у нас местного уровня, либо следователя районного адвоката, это возбуждает руководитель Следственного комитета на региональном уровне. Если там выше, где-то уже решается вопрос более высшим на федеральном уровне. Просто так не откроешь уголовное, не возбудится уголовное дело против прокурора или адвоката. Соответственно, согласие, да, соответственно, согласие нужно получить. Вот вы упомянули о примирении сторон. При каких условиях это возможно? Ну, примирение, оно всегда возможно. Даже в той стадии, когда написано заявление, и обратное заявление от того жлица, что они примирились, оно уже является основанием для того, чтобы прекратить уголовное преследование и не продолжать в судебном порядке рассмотрение этого заявления. В том числе и в ходе рассмотрения судебного порядка, когда уже идет сам уголовный процесс, рассмотрение судебное разбирательство этого заявления. В любой момент, до ухода судьи в совещательную комнату, возможно, примирение, если будет заявлено кем-то из сторон, судья обязаны его рассмотреть. Если найдет все основания для того, чтобы, вернее, что оно соблюдено, заявление, другой получил согласие, заявление поступило, другой согласен с такой формой прекращения уголовного преследования, то здесь уже он обязан показать. Так же самое и в апелляции, когда происходит обжалование этих решений, допустим, не согласно со сроками, либо со штрафом, оно обжалуется многими, но потом прекрасно понимает о том, что сейчас все равно, либо-либо, и здесь он идет на примирение, и готов примириться, заглазить и вред, причиненный физически, имущественно, и вред морально в этой части. Ну, естественно, многие соглашаются. И в большей степени, я сейчас продолжу, в большей степени, когда вот это вот разбирательство начинает на уровне, скажем так, обращения в органы полиции, там уже на этом этапе, многие прекрасно понимают, а потому что уже здесь идет, так называемая, доследственная проверка, порядке стати 44-45 УПК, вот, там уже начинают вызывать людей, люди прекрасно понимают о том, что они нарушили закон, и то же самое происходит и с ними, когда либо вы примиряетесь, либо пойдете, он мировой суд, вас там привлекут к уголовной ответственности. Ну, эти люди, конечно, понимают, но больше это в степени примирения происходит, когда преступление совершается на бытовом уровне. Роль прокурора, создается такое впечатление, по делам частного обвинения сведена к минимуму, вот, или я ошибаюсь? В чем она выражается, кроме того, о чем вы уже рассказали? Минимум это условно, скажем так, уже фактически, ну, если лицо обратилось к частным обвинениям в суд, оно, естественно, это бремя доказания, поддержание обвинения лежит на том лице. Прокурор в этой части не участвует. Но когда дело возбуждено с разрешением прокурора, либо следователем, здесь прокурор имеет все равные права, и уголовное дело рассматривается в общем порядке на всех этапах расследования. Это я поняла. Давайте к статистике по вашему району обратимся. Сколько уголовных дел частного обвинения было рассмотрено в судах Самарского района в 2018 году? И мне, что самое интересует в этом вопросе, как вы оцените существующую статистику? Ну, статистика незначительная, я вам скажу, потому что причина, которая в большей степени побуждает людей обращаться в суд, это ненахождение взаимопонимания с тем лицом, который совершил преступление. Тогда они, да, идут в суд и уже, как говорится, защищают свои права, предусмотрены законным порядком. Но, если брать нашу статистику, то по району за 2018 год, мы просматривали эту статистику, всего 5 дел было. Значит, из этих 5 дел, 3 было прекращено за примирением. Значит, одно с отказом от обвинения, то есть его, фактически, по-русски говоря, прекратили уголовные преследования там за неподтверждением обвинения. И одно было рассмотрено с применением штрафа. А какие это были дела? 115-116. То есть это... Да, это та категория дел. И одна клевета была. А, и клевета тоже была рассмотрена. Ну, там как раз и примиривались по этому. Ну, вот, все-таки, разъясните нам, вот на ваш взгляд, высок ли шанс доказать в суде факты побоев, клеветы, оскорбления и наказать обидчика? Собственно, неуверенность в этом, да? Мы начали программу именно с этого момента, что неуверенность в этом иногда и тормозит людей идти и возбудить уголовное дело. В большей степени я здесь скажу, что нежелание дальше портить отношения. Обычно вот эти нарушения закона уголовного происходят на бытовом уровне, когда либо междусоседские передряги начинаются, либо в квартире муж с женой там поругаются, либо там еще что-то происходит, либо на работе кто-то все. Никто не хочет развивать дальше конфликт в более такую худшую сторону. И в основном идет на уровне примирения на том формате, когда начинает проводиться проверка. Но, естественно, когда стороны встанут в ползу, и та, и другая сторона, естественно, они идут уже в суд. Здесь сложного ничего нет абсолютно. Это самое главное, это найти время, прийти в суд, сходить, зафиксировать те же самые побои, либо телесные повреждения, если они повлекли. Легкий вред здоровью, судебно-медицинские экспертизы, это тот же самый, та же самая справка с трапунта будет подтверждать факт подбоев. Вот эти документы собрать, пару свидетелей, которые видели это обстоятельство, либо слышали о нем. Все эти люди приходят в суд, и там дело разбирается буквально в часе-получаса все происходит. То есть шанс доказать эти факты существует, и шанс наказать обидчика существует. Все зависит от желания, собственно говоря, это сделать, и упирается в то, что люди чаще всего не хотят. Или останавливаются на стадии примирения. Но, может быть, это тоже неплохо, довести дело до стадии примирения, таким образом, одернуть человека, может быть, от поползновения совершить второй раз такой поступок. Полностью согласен с вами. То есть это какая-то профилактическая цель такая. И, наверное, нашим телезрителям, если вдруг они окажутся в подобной ситуации, следует рекомендовать и все-таки защищать и отставить свои права. Наше эфирное время подошло к концу. Сергей Иванович, я благодарю вас за интересное разъяснение. Напомню, сегодня нашим гостем был прокурор Самарского района города Самар Сергей Панюшкин. Очередной выпуск программы «Ваше право» смотрите в следующую среду в 18.00. А все записи размещены на нашем сайте trktera.ru и доступны вам в любое удобное для вас время. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя!